Всем привет, меня зовут Лина и это Mass Effect 3. Так, сейчас я проверю, звук есть, вебка есть, она даже двигается. Так, я вам обещала в прошлый раз, поэтому мы прям вот идем в личную квартиру. Пусить. Нормальные такие хоромы. Капитан, у меня Адмирал Андерсон на КМК, сейчас вас подключу. Шепард. Адмирал, как у вас дела? День прошел и хорошо, капитан. Да уж, как Хакет известил меня по поводу квартиры. Хочу, чтобы она досталась тебе. Хочу от нее избавиться. Вы серьезно? Тебе нужна гавань, место, где можно отдохнуть, проветрить голову. Калли хочет, чтобы мы обоставали здесь. В общем, чем больше я на земле, тем меньше хочу ее выкидать. Нужно как-то подвязать за концы. Как я и сказал, ты мне можешь в этом помочь. И ты решил, короче, отвалить нам целую квартиру. Нихренаж себе. Это очень щедро с вашей стороны. Это практично. Ты нам нужна в новой лучшей форме. Отдохнувшая и собранная. Как прикажете. Спасибо. Я чувствую себя как дома. Теперь он твой. Постараюсь приноровиться. Хорошо, давно я собирался это сделать. Ну, до связи. Берегите себя, Андерсон. И ты, Шепард. Ты че мне закрываешь? Может, я хотела в открытое посмотреть? Ладно. Примечание биографии Андерсона. Отношения. И меня об этом не спрашивали, но только что звонила моя жена. Бывшая жена. Никто не любит рассказывать о том, как Месяц Развуки влияет на отношения в семьях военных. Она не солдат. Она не выдержала. Дело даже не в том, кто солдат, а кто нет. Дело в космических полетах. Космические полеты, обнаружение ретрослеаторов массы, чудеса инженерии. Воображение человека начинает нагонять его желания. Мы платим за свое же любопытство. Страдают наши отношения. Страдают те, кого мы любим. Но такова реальность, и цена кажется справедливой. Так мне приходилось думать. Кажется, так я думаю и теперь. В конце концов остается лишь надежда, что ты принимаешь правильные решения. То есть жена Андерсона не выдержала из-за работы. Понятно. Норманди? Совершенно новый корабль. Мой корабль. Такое чувство не забыть. Ты стоишь на мостике первый раз. Вся команда на тебя смотрит. Это неописуемо. Мне уже приходилось водить мужчин и женщин в бой. Я уже повидал много сражений, но всегда возвращался домой живым. Все это приедается. Начинаешь думать, что знаешь больше остальных. Может у вас так? Я не знаю. Если очень повезет, очень-очень, то попадешь на хороший корабль. Станешь перед хорошей командой. Командой, которой не страшно доверить свою жизнь. Умелой, дисциплинированной, отважной. Каждый член, который готов пересечь бесконечный черный океан. До сих пор помню, как Старпом спросила меня, какие будут приказания. Шепард, ответил я. Сначала нужно осмотреться. Я был твоим способом. Кстати, да, это нормально, когда Старпом берет и эволюционирует до капитана. Поступки, которых я стыжусь? Их много и никто про них не узнает. Приходится учиться на своих ошибках. Но об одном я могу сказать. Я тогда только что получил статус N7. Гордился собой. Прямо как царь горы. Когда чутился в баре. Не самым лучшим, скажем. Угощал всех. Они пили за мое повышение. Да, пили бы они за здоровье тряских работорговцев, если бы те угощали. Как только деньги у меня закончились, новые друзья обернулись против меня. Я был один. Их много. Не лучшая ситуация. У меня был план, как оттуда выбраться. Нужно было поработать кулаками. До какого-то момента план работал, а потом мне врезали столом. Или я просто упал. Когда я очнулся, увидел, как соларианец разбирается с оставшимися дрочунами. Соларианец. Двигался он словно кот. Точно говорю. Когда все или разбежались, или были вырублены, он подошел ко мне и помог встать. Спросил у меня. Н7? Да, сэр, ответил я ему. Он посмотрел на моих валяющихся как бы друзей. Я сказал, неплохо человек. А потом ушел. Вот так я впервые встретил спектра. В тот день я понял нечто важное. Не важно, насколько ты хорош. Рядом всегда найдется кто-то быстрее, ловчее и, главное, умнее. Это знание вручало меня множество раз. Бля, как оно все сияет. Охренеть, квартирка, нифига себе. Фонтаны, огни. Интервью Андерсона? Мы, по-моему, ей врезали, да? Он набрал у него интервью. Так, каталог. О, оформить. Конечно, оформить. Спальню надо срочно. Нифига себе. А, ну тут все стандартно. А почему все стандартно? Подожди. А-а-а! Так, господи, перестань. Поужинай со мной в суши-баре. Привет, Шепард. Здесь несколько вещей, которые нам нужно обсудить. Пока нормально. На приколе, я думаю, мы с тобой можем встретиться в суши-баре Рюссе и в нижних районах. Говорят, это лучшее место. Ладно. Встретиться с Джокером. Не-не-не, все хорошо. Время пока есть. Война первого контакта? Да, я там был. Мое первое настоящее сражение. Для многих оно было первым. Помню в самом начале войны ночь. Наш транспорт идет на посадку. Я пристегнут к креслу. Все молчат. Слышно только дыхание. Хорошие ребята. Я вместе с ними учился. Мы постоянно шутили и подначивали друг друга. Но только не тогда. Только шум двигателя. И тяжелое дыхание. Все думали об одном и том же. Мы будем сражаться с инопланетянами. Только представь. Мы же выросли, думая, что никого больше во вселенной нет. И вдруг открылось. Мы не одни. И у нас большие проблемы. Нам предстояло сразиться с врагом настолько отличным от нас, что невозможно было даже представить. Я знал, что нужно что-нибудь сказать, чтобы снять напряжение. Поэтому я повернулся к ближайшему солдату. Звали его Хендрикс, кажется. Спросил, как дела. Отлично. Ответил он. А что? А то, что мне говорили, что твоя мать так страшна, что пехотинцы едва не пристрелили, принес за турянку. Ну, кое-кто улыбнулся. Потом Хендрикс на меня посмотрел и сказал. А мне говорили, Андерса, что это за фотография твоей матери война началась. Она напугала турянцев до усрачки. Вот тогда все хорошо поржали. Той ночью ребята отлично дрались. Иногда только этого не хватает. Шутки, дружеского, удара по плечу. Нужно напомнить, что все будет хорошо. А чего так вообще проникновенно? Да, я про капитана Шепард. Тут я могу много рассказать. Про капитана много чего написано. Большая часть всего лишь слухи. Люди пытаются судить, даже когда не знают себе предыстории. А ведь даже я ее полностью не знаю. Но я знаю о капитана. Я с ней работаю. Сражался вместе. Доверял ей свою жизнь. У Шепард есть свои заскоки. А у кого из нас их нет? Я пришлось много сражаться в одиночку. Как ей удавалось всегда побеждать? Не могу представить. От этого просто голова идет кругом. И ведь я ни разу не слышал жалобы. Ни одного. Нет, сэр, я не могу. Она никогда не колебалась. Немногие знают, через что прошла Шепард. Я лишь надеюсь, что знаю почти все. И еще я боюсь, что порой она забывает о том, что есть люди, которые не могут заснуть, переживая, вернется ли она с задания. Может, не нужно об этом говорить? Может, мы слишком глупы, чтобы такое говорить. Редко встретишь такого солдата, как Шепард. А как женщина Шепард? Просто уникум? В смысле? Ты же мне как отец. Или ты не как отец мне? Я так и не поняла. О, турник. Прикольно. Хорошо. У меня приготовлено несколько вопросов. Считаете ли вы, что цель оправдывает средство, что дух закона превыше его буквы? Примерно понимаю, о чем вы, хотя не очень хочу отвечать. Вы говорите о том, как я устроил передачу Нормандии капитана Шепард перед сражением за Цитадель. Не знаю, много ли толку для военного в ретроспективном взгляде. Мы видим, что все сложилось наилучшим образом. Без Нормандии капитана, которая могла делать то, что хотела, что нам было нужно, Старрен захватил бы Цитадель. Думаю, вы представляете, какой бы была галактика, если бы это произошло. Я поступил так, как был должен. Если бы я ошибся, то мне пришлось бы все исправлять. В общем, трюк в том, чтобы не ошибаться. Если хотите побольше действий и поменьше философии, только скажите. Его что, убивать собираются? Почему нам так активно раскрывает Андерсона? Еще спальни? Вы попросили рассказать про Нормандию, которая SR-1. Я командовал Токио, поэтому со мной концентрировались по поводу проекта Нормандии и ее испытаний. Для большинства станет открытием, что Нормандия появилась благодаря сотрудничеству с турианцами. Элизандер, тогдашний капитан, не была дипломатом. Турианцы вставали в позу и кидывали всякие политические трюки, и в какой-то момент у нее лопнуло терпение. Главный архитектор гидродвигателя Октавия Татум прибыл в ком-центр вместе с командой инженеров для финальных испытаний. Едва не произошла драка, когда Зандер испытывал пределы возможности системы маскировки и перейдя ту границу, которой Татум переходить не хотел. Я пытался всех как-то успокоить, но в результате турианских ученых арестовали, а в Волгове Коррес остался первый клочный бой между человеком и турианцем. Да, забавно теперь вспоминать, когда я впервые увидела Нормандию, она мне показалась самым прекрасным кораблем на свете. На следующий день после испытаний ко мне на мостике подошел адмирал Райт. Он сказал, она ваша, не могу доверить ее Зандер, пришлите мне список нужных членов с экипажа с Токио и подготовьтесь к первому заданию. Недолго удалось покомандовать. Все, Сарен виноват. Впрочем, это все равно один из самых запомнившихся моментов в работе. Вы реально его слить, что ли, пытаетесь? Зафига вы мне так сильно его раскрываете? О-о-о! А, мы не можем помыться, да? Ну ладно. Обычно, когда так раскрывают персонажа, они собираются его вскрыть. Турианцы? Я не всегда находил общий язык с политиками и частными лицами, но уж очень уважаю турянских военных. Любой солдат Альянса, которому повезет прийти к тренировку, сильно от этого выиграет. Их аккуратность, навыки и общая дисциплина в сочетании делают их непобедимыми. Я не собираюсь говорить плохо о собственном народе или своих тренировках. Просто у меня была возможность следить на учение, которое проводится на палаване, через много лет после того, как я сражался с турианцами на войне первого контакта. Это стало для меня не переломным моментом. Я каждому солдату советую попробовать. Стать частью взвода под командованием турианца – неповторимое ощущение. Мой командовал совершенно беспопромиссный негодяй по имени Бартус Аурикс. Если сумеете его найти, спросите, что стало с моим взводом из-за его стратегических игр. Невероятно, но я множество раз применял то, чему научился в тот день. У ксенофобов свое мнение, но я считаю, что очень важно проводить побольше таких смешанных учений. Вот так. Если найдете генерала Аурикса, скажите, я ему денег должен. Еще, господи. Ладно. Значит, как надпись на нагроби «Адмирал Дэвид Эдвард Андерсон». Не знаю, кому это будет интересно, но спасибо за вопрос. Я родился в Лондоне. Старший из троих детей Урсулы. Ой, медсестры летного механика. Прости, Андерсон, я тут внезапно обнаружила, что модификация тут тоже есть. О, серьезно? Прикольно. Было бы еще прикольно, если бы тут можно было Шепарду менять внешкость, но это тоже. Это моя спальня, да? Да, это моя спальня. Нифига, это какие хоромы! что-то для капитана андерсона очень такая стильненькая на самом деле квартирка нифига себе у него там дизайнер что ли в душе х хоронился ладненько давайте встретимся с джокером на всякий случай а 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 вы стоите там в очереди ждите ахаха но скорее всего конечно джокер просто нам заказал столик и поэтому нас пропустили Привет, Шепард. Неплохо, да? Сразу видно, серьезное место. Один француз на входе. Чего стоит? Всего-то я пришлось два раза постиговать, чтобы заказать этот столик. Видал какая там очередь? Вот я здесь сижу и пью. Лучше пилотов вселенной, а еще и рок-звезда. Нормандии новости есть? Да, там техники сейчас трудно привыкнуть, что моему кораблю, то есть по твоему кораблю, шатаются какие-то типы. Сейчас самое время поставить корабль на прикол, пусть ими займутся техникой. Ну да, точно. Масло сменить, развал, схождение. Ну, поверь, кораблю будет лучше. Я тебе-то верю, а вот насчет инженеров не уверен. Они всегда столоваясь и серебро тырят. Пусть хоть когда-то другие поработают. Хакетвит приказал, ты в отпуске. Хочу я того или нет. Ничего, ты справишься. Мне бы сейчас коктейль с зонтиком. Я первый спектр среди людей. Организую тебе сразу два. Умеешь ты пользоваться полномочиями, босс? Ну так, ты мне писала, что дело срочно. Писала? Я от тебя письмо получила, вот и пришла. Что за... Я ничего не писал. Чё? Капитан, разрешите, простите. Дела Альянса. Капитан, это срочно. Это явно не коктейль с зонтиком. Капитан Шепард, я штабной аналитик Мэйя Брукс. Альянс, простите, разведка Альянса. Вас кое-кто пытается убить. Да ладно? Вот это поворот. Да, ну, мне кажется, она в курсе. Нет, я не про Церберождецов, я про других. Есть другие, они, это... Кто-то взламывает вашу учетную запись, канал связи, личные данные. Охота идет конкретно на вас. Охотятся на меня? Что им нужно? Слишком мало данных, чтобы точно судить. Я как-то пыталась врать решение при недостатке данных, и мы чуть не высадили десантный газовый гигант. Это плохо. Подождите, Брукс. Успокойтесь. Все по порядку. Что вам известно? Простите, на вас не заказан столик. Добрый вечер, дамы и господа. Простовьте разнообразить ваш сегодняшний вечер актами насилия. Блин, обожаю шоу-бизнес. Рассредоточиться, дойдите мне, Шепард. Стой там, я выхожу. Джокер. Ой, печенка моя. Эй! Черт. Вижу, сэр. Ищи команду, я иду за ней. Команду искать есть. Ты использовал меня как приманку? Да вперед, иди. Найти, Брукс. Ты использовал меня как приманку. Нет, вы видели? Спасите цитадели. Использовать больного человека как приманку. Я здесь. Держись. А это стелс-миссия, что ли? Не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте. Брукс? Капитан, я нашла защищенный терминал. Вы там как? В порядке? Да. Лучше некуда. Брукс? Вы ранены? Знаю, я использую этого по нацелению, причем немало. Ну, если честно, то весь. Вот теперь и кого-то немножко. Кажется, вы переборщили. Ну, так я могу помочь хоть чем-нибудь? Известите СБЦ. Я ищу выход. Вы нужны нам отдохнувшие, Шепард. Вы нужны нам целые, Шепард. Поэтому мы вас поместим в квартиру, попытаемся убить. Ведь ничто же так не отрезвляет и не омолаживает, как борьба за свою жизнь. Сама ты бей кейфу. Блин, это же пипец, как... Брукс, на той стороне есть аэрокары. Может, и площадка посадочная? Проверяю окрестности. Транспорта нет. Пищи? Нет. А, прачечная, ага. Это стоянка аэрокара. Летей туда на шаттле, а я доберусь. Все, поняла. СБЦ, похоже, все перерыва. Короче, шаттл могут возникнуть трудности. Не сдавай здесь, Брукс. Иди туда. Да, кстати, на спять не выходите, если только со мной. Канал взломан. Наверное, вас так и нашли. Кто же они такие? Не знаю, но вы им, похоже, не нравитесь. Да, я уж поняла. Шефард была без оружия. Что за идиоты? Где Шефард? Нифига себе, целых три? Серьезно? Так. Запинала. Шефард, ты меня слышишь? Ты как? Я в порядке, но помощь бы не помешала. Тебе повезло, тебя любит Архангель. Джокер мне все рассказал. Я пешком, бегу изо всех сил. Простите, это кто? Вы говорите по открытому каналу и подвергаете опасность жизни капитана Шефард. Простите, кто это? Спасибо, Джокер ведь говорил по аналитике Брукс. Это она. Играйте по правилам. Подождите, он сказал, тебе повезло, тебя любит Архангел, я бегу изо всех сил пешком? Ты же мой рыцарь. Подождите, я тут немного в шоке с тебя любит Архангел. Он прям... Я все... Я забыла как-то, что в предыдущей серии они друг другу признались и как бы уже вместе. Пятый отряд, ответьте, пятый отряд, как слышите? Да, отвечайте, ребята. Есть что-то? Ничего, иди сюда, проверь. Шепард. Где? Нету Шепард. Какая Шепард? Блин, как... Ой-ой-ой. Ай. Ай-яй-яй. Ай. Я что-то запинаю. Давай-давай, иди сюда. Говорит, Ляра, я только что узнала, мы все уже в пути. Рада это слышать, дела тут идут, неважно. Разумеется. То есть Гуарус первый к нам прибежал на свои... А, бежит на своих двоих, точно. Господи, нас любит Архангел. Как это звучит? Конечно, хорошо. И Ляра тоже нас любит. Я знаю, что ты облизываешь фрукты, но ее отсутствие прекращает. Я серьезно, Фестус. Подожди, Турианица облизывает фрукты? Брукс, я нашел проход, но там закрыто. Точно, все ведь оцеплено. Вы можете пройти? Попробую открыть замки. Что-то мне кажется, что она... Это Брукс нам подбирает. А, это проход, да? Требуется разрешение СБЦ. Подтверждено разрешение спектра. Доступ спектра принят. Шепард, там огонь! Проклятие! Шепард, что происходит? Я даже здесь шум слышу. Все под контролем, милый. Все так и планировалось. По всем живым кварталам тревога. Что происходит? Я решила, что так будет интереснее. Знаешь, нам надо было... Надо бы сесть и обсудить твои методы. И нормальные методы, че? Шепард, Брукс передала мне координаты с танки Арекара. Встретимся там. Хорошо. Что мы знаем о наемниках? Они вооружены, и я им не нравлюсь. Мне особо поможет Шепард. Капитан, вам сейчас лучше не выходить на связь. Эй, так это меня вызвали. Ну, че-то она такая, да, что, типа, блин, ни с кем не связывайтесь. Идите, общайтесь только со мной. Это ты подозрительная вообще, Брукс. Я тебя вижу. Поверь, не могу, что Шепард там прошла. Переменные у меня есть доступ. И сейчас мы устроим экстрим. Начинаем вырубаться от боли, да. Ладно, парень, я реально отру... Что? Кис, кис, кис. Ну, ладно. Ты тоже подойдешь. Иди сюда. Давай, давай. Ага. И твой друганя. А шо ж ты делать-то будешь? На! Ну, может, хоть стрелять, научусь. Нет боеприпасов. Нет, не научусь. Все, я это... Я закончилась, господа. На! Капитальности, доберетесь до стоянки аэрокаров. Можете сесть, нашатываться в СБЦ. Так, точно. Ну, все, прием. Нет, конец. Конец связи. Или так, Брукс. Черт, ладно, я все. Ну, возможно, она не совсем подозрительная. Ладно. Ну, вообще, какой-то агент 007. И вот эти вот манекены, которые следят за мной, меня очень сильно напрягают. Мне кажется, это враги какие-то, что ли. Я слышу шум. И не могу сохраниться. Понятно. Ты же моя булочка. Бежишь меня спасать. Что, не задался одинек, Шепард? Можно сказать и так. Посадочная площадка недалеко, но там ворота закрыты. Мы ищем панель управления. Славный костюмчик. Панель управления, ясно. Я слышу, что ты разлил аквариум. Потом об этом поговорим. Шарик, это как? Там отличный кормильник. Потом об этом поговорим. Найс костюмчик. Гаррис пришел. У меня плюс три шкалы здоровья. Найс костюм. Боже, я не знаю. Меня разрывает. Мне кажется, у меня лицо трещит по швам от того, что я улыбаюсь. Так. Зачем мне это знать? Это типа продажа, да? А вот это вот уже в утиль. В смысле, Найс костюмчик? Обычный костюм. Ты меня на корабле видишь в таком. Я вот не знаю. Если бы у меня были другие фавориты, они бы тоже прибежали? Типа Кайден бы такой. Тебе повезло, что тебя любит. Старый морпех. Я бегу. Настрела в колене мне мешают. И сопли, которые... Я источаю. Отойди. Подожди. Че? Здравствуйте. Можете нам открыть? Благодарю, Факорно. Пожалуйста, уходите. Так и я могу, между прочим. Сейчас, подождите. Такая, что я... Что? Гарус Макарин, боже. У меня... Я когда приходила в предыдущий раз, у меня не было этого DLC, поэтому я не видела ничего из этого. Если бы я видела, что Гарус настолько крут вот в этом DLC, я бы... Я не знаю. Мне кажется, я бы первый раз, когда увидела Вакарин, я бы пищала и пищала, не переставая все три игры. Просто Вакарин и радостные писки дельфина. Просто. Рефлекс, как у собаки Павлова. О-о-о-о, да-а-а. У него носик двигается. Ребята, вам... КАМ-ЗДА! Хорош Рекс Что ты здесь делаешь? Да так, ловимся с советом Насчет расширения кроганов Шепард Рекс, я же профессионал Это не ответ Но и не отрицание Капитан Шокер, ну и где транспорт? Ты где? Я в пути подобрал Брукс Еще что, вы захотите с ней побеседовать? Да, у меня к ней очень много разговоров Как же я рад вернуться Да Капитан Ваш нашла СБЦ, вы в порядке? И да, и нет На корабле СБЦ наемники Что? Я тут немного занята Ой, простите, мы скоро будем Уже скоро, капитан, держитесь Да, мне кажется Архангел, Кроган, капитан Шепард Архангел, Кроган и Шепард И все, в принципе, все в порядке Отличное место для боя Сколько всего можно покрушить? А тебе бы все крушить, Рекс Приближаюсь к тебе, капитан Иду на стрельбу Иди Извини, я опоздал Пейзажем любовался Пейзажем, мы четыре раза чуть не разбили Дед, водить вообще учился? Брокс передает привет Ах ты, скотина Скорее, шаттл Какой шаттл? Подожди, у меня тут немножко Как бы это, того самого Проблемы Дау, добей его уже Какой шаттл? Подожди Подожди Я тут немного занята Так, ладно А, вы бесконечны, да? Так, подожди В какой шаттл? А, ой Где зона эвакуации? Да где зона эвакуации? Подожди Я не могу понять Где зона эвакуации? Где карта? Что происходит? Что происходит? Мне кажется Я тут всех перебью Блин, раньше Чем До зоны эвакуации Доберусь Да, я знаю Ой, путь Ой, Грю Ой, это Грю Господи Наверное, туда Нет, да? Нет Ты меня достал Вот сюда, да? Нет А, ну, видимо, сюда Не знаю, что происходит Но мне очень нравится Кто-нибудь не объяснишь Что здесь происходит? Я не узнал этих наемников Ороженный до зубов Летает на шаттлах СБЦ Не знаю Впервые их вижу Как вы только вышли? У них же были винтовки И крадаты И еще дроны эти Все нормально Свяжусь с капитаном Бейли Узнаю, что творится в СБЦ Ладно, хорошей Стоп Но ведь на то На того, с кем вы свяжетесь Тоже не чтут охоту? Она права, Шепард Пока мы все не узнаем Так рисковать не стоит Ладно, будем разбираться сами То есть, сами Своими силами Незаконно Ладно Ага Брукс, все нормально Я понимаю, дело серьезное Меня ранили Да, у меня был панацелин Но я тебе специально прошла На кабинетную работу Чтобы целее быть А вы убили сотню врагов Из пистолета Ну, да Не без этого Я к тому Кто на такой способен? Не, ну вы, да Но кроме вас, кто? Мне говорили Панцелин дает по нервам Я очень нервная? Как вы вообще в это ввязались? Я анализирую дальность Для разведки альянса Борюсь подделка Офицерских удостоверений Чтобы, например Никто не мог пройти В ночной куб По адмиральскому пропуску Если адмирал сейчас Воюет на Тучанке Я написала следующую программу Здорово Вы что я называла Мистер Печенька В честь моего кота Брокс Ой, простите Короче, Мистер Печенька Моя программа Обнаружила уязвимость Вашей системе хранения Секретных файлов И скоро через нее Уплыли все ваши данные Личные дела команды Доклады под заданием Все И с каких это пор Хакеры ввязываются В перестрелку Вы подумайте Что могут сделать преступники Если у них будут Коды доступа Шепард Или даже Коды спектров Поэтому они хотят Вас убить Шепард Чтобы никто не остановил Их до того Как они нанесут удар Это что у меня сменусят Ладно Знаем-то Кто они такие И покончим с ними Мысли Меня вот заинтересовал Найден и тобой пистолет Такой крохотный А так сильно бьет В первый раз вижу Что-то подобное Крохотный Позвольте взглянуть Может я смогу помочь Глиф Я начну сортировку данных Для анализа доктора Цони Лиара Шепард Рада видеть тебя В добром страве Жаль только что Сушибар разгромили Мой любимый был Что поделать Ну все Лиара работает А что насчет Остальной команды Да Что там с этими Лодерями Джокер Весь в работе Я смотрю Нашел вам тех Кто любит Когда в них стреляют Разрешите зайти На борт Шепард Ооо Да Простите Очень крутой Диуси Очень крутой Диуси Боже Какой крутой Диуси Как хорошо Что я всех собрала Как хорошо Что вы мне посоветовали Собрать всех Чувствую себя Морденом Соусом Когда тут В кураже Так Давайте мы Это на сегодня Закончим А то у меня от переживаний Разболелась голова Надо немного Передохнуть Всем спасибо За Да Мы чуть-чуть пораньше На пять минуток Заканчиваем Ну что поделать У нас была Очень насыщенная серия С перестрелками С архангелом Боже Всем спасибо За просмотры Я буду рада Вашей поддержке В виде лайка Или комментария Подписывайтесь на ютуб Нажимайте на колокольчик Чтобы вам приходили Уведомления У нас есть вконтакте Есть телеграм Есть дискорд Всем хорошего утра Дня вечера Или ночи В зависимости от того Когда вы это смотрите Берегите себя Увидимся с вами В следующий раз И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok